Привет зрители! Вслед за бензиновый L1 удлиненная L2 версия, но уже с дизелем. Как вы знаете, друзья, это не засилие коммерческого транспорта, это моя задача рассказать про все, что существует на рынке легковых автомобилей. Пускай это грузовой фургон, но тем не менее категория прав по-прежнему B, поэтому все до 3,5 тонн катаю, потому что любой из вас может сесть с обычными правами категории B и начать рулить. Может по работе, а может для себя, кто открывает малый бизнес, ну или нужно что-то там возить. Я думаю, что Peugeot Partner это отличный выбор для подобных занятий, потому как локализовано все у нас. Ну а версия L2 это больше удобства, больше комфорта, конечно, для груза не скажешь, но здесь мы видим пространство не то чтобы сильно, но больше, и это тут же меняет ситуацию. Смотрите, как вольготно расположились мои базовые канистры. В общем, в этом плане, конечно, я настаиваю на выборе подобной версии. Да, она смотрится несколько странно, такая приставочка здесь дополнительная, чтобы увеличить длину, но оптимально. Не столько велика, сколько уже неудобно, например, в стесненных пространствах ехать, но явно вот это вот, это то, что не хватало к РТШу. Но, возможно, у короткой версии есть какие-то свои задачи. Мне не подвластны, кто с коммерческими парками знаком, напишите, зачем нужна короткая версия. Вы видите, кстати, это правильная тема. Защита более, более интересна. Пускай это фанера, да, тут саморезы, но защищены борта и никакого затирания, например, как видите, двери или там еще не происходит. То есть все защищено, отлично проработано и защита выполнена лучше, чем у версии более короткой. Вот как-то неудивительно, да, там есть пространство, стойка не защищена, да, часть фанерная только присутствует. А здесь прям полностью молодцы, отлично. Так же, как и версии, как видите, короткой, можно менять разделитель. Это хорошо, ну и будем всем проверять. Тут скажут, а что не трасса, что не трасса, да. Напомню, что вы действительно можете увеличить уровень отрыва и все это сделать. Ну и заблокировать также дверь, тоже возможно, в случае необходимости. Все это выделено желтым цветом. Тут, соответственно, дизелечек, здесь написано дизель. Ну а раз давайте посмотрим, каков он. Давайте оценим потопотное пространство. Ох, зима, да, вот это последняя окова зимы. Марта, ну вот такая, такой дубак. У меня прям замерзает, замерзают слова, как будто, и ох, как технологично. Ой, что это, зачем я так сделал? Ха-ха-ха, дурные руки не дают покоя, когда впуск, как я, да, кстати, зачем я так сделал? Ну ладно, это был впуск. Турбинка прямо спереди. В общем, обслуживаю не хочу. Клажесота. Здесь даже нашлепочка есть для лучшей изоляции, соответственно. Ну и тут тоже, чтобы было все тепло. Вот такой вот дизелек и огромная, огромная проушина. Грлайна проушина. И действительно мозг замерзает. Время все, все, в машину, в машину, в машину. Ну и в болото очень, очень мне холодно. Я прыгаю. Ох, ах, ах, ах. Здесь надо вспомнить то, что я не сказал в версии, соответственно, короткой. Где мои ключи, а? Так, то, что я не сказал в версии короткой, это отсутствие подогревов. Где вот у нас ключи? Ох, какая же, какая же холодрыга. Вроде бы, да, там минус один спишет, но было только что минус пятнадцать. В общем, подогрев случился. Выбираю все свои ключи многочисленные. И, ох, ох, нет подогревов-то, нет подогревов, ни сидушек. Вот что удивительно, слишком уж много аскетизма. Что в версии, которая короткая, да, тут похолодало просто. И, я думаю, ты садишься. Ой, е-мое, да еще и дизель, который, безусловно, по своим возможностям тепловым уступает бензу. И КПД выше, температура сгорания топлива ниже, тепла меньше. Продуцируется, зато экономичность выше. Но, ну, холодно, да, он активно выстуживается на холостых, зато движение отлично прогревается и быстро, что удивительно. Так что, спасибо инженерам Peugeot за правильную проработку двигателя. Соответственно, в студеную пору прогрев достаточно. Тут тоже, видите, огромное количество неиспользованного пространства, от климатических установок, одинокий плафон. Здесь у нас тоже, да, ничего нет. Ну, полный паритет, грубо говоря, с версии, которая была до этого. Полочка. Практичности много, возможность складывания кресла также присутствует. Все то же самое, кроме удлинения задней части. Ну, и дизель. Дизель, дизель, конечно, хорош. Вранцузские дизеля вообще самые дизеляные дизеля в мире. Они прям, да, после прогрева они, кстати, сейчас удивитый прогрет, просто температура рабочая не достигнута. Они, ну, некоторые даже не могут отличить их от бенза, потому что на холостом ходу. Легко-легко-легко ощущение работы, и если в пол сделать, то есть в пять тысяч, в пять тысяч дизель крутится. Ну, бензомотор некоторых производителей так не крутится, как дизеля у французских автомобилей. Круто, круто. Здесь все-все по-прежнему, да. На счастье есть здесь Bluetooth, но в остальном, и CD, что удивительно, да, классика. В остальном очень-очень все, слово такое, скудно. Вот слово скудно как раз по разнообразным оборудованиям сюда. Но транспорт коммерческий, и то, что мы заели с вами с легковушками, да, ну, это очень удобная штука, видите. Тут, если говорить о скудности комплектации, да, и мы к обогревам привыкли к кому-то еще. Я обогревов не нашел. Может, они тут скрываются, да, но вот кнопочка-то, да, должна где-то быть. Нету, 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 друзья, обогревов. В общем, будете греть своим, что называется, тело. Но, на счастье, сама машина теплая, и даже дизелью, вот, казалось бы, сейчас нету там нагрева, нет температуры, но тепло все равно идет, это здорово, это приятно. Обилие разнообразных емкостей, полочек, все здесь есть соответственно. Ну, и будем сейчас двигаться вперед. Будем оценивать возможности автомобиля в движении груженой, 500 плюс килограмм, посмотрим, каково оно ездит на дизеле. Отзывчивый дизельочек, прям, любо-дорого. Да, чтобы свет горел, приходится его активировать. Ну, вот единственное, что, кстати, написать надо по фидбэку, это то, что нужно сделать подсветку панели. Сиденье, как я уже говорил, то же самое скажу про версию длинную, да, здесь спинка без регулировок дополнительных, то есть можно только наклон поменять, и все, ну, и вперед-назад поездить. Как есть, так и поставили. Да, коммерческий транспорт, да, он проще, и зачастую для наемного водителя, ну, дали машину езжай, что называется. Но здесь есть несколько аспектов. Во-первых, удивляет руль, он вроде бы тоже без каких-то объемов, без чего-то, но здесь садитесь коз есть. Ах, как, как динамичный, как спортивно, ну, начнись в этом фишка. Попробуем. А вот если поехать с оршеником, садитесь, что будет? О, забыли освободить стоящий тормоз, я слегка его затянул, не думайте, не мучаю машину. Локализация, локализация, это хорошо, поехали. Цена. Разница, разбег по цене такой же, как у версии покороче, то есть, миллион 349 в момент теста, из общих данных стоит автомобиль. Ну, соответственно, бензин чуть дешевле, там, где-то на 1060 примерно. Вы можете более точно, я примерно цену называю, потому что они постоянно меняются. В нашей стране, к сожалению, стабильность ценовой сложно очень достичь, поэтому вы лучше сами, там, открывайте версии и разбирайтесь. А мы поехали. Поехали и на езде, конечно, конечно, поприятнее. Дело в том, что, если на пик выходит, соответственно, бензиновый мотор, там, за 4000, ну, тоже очень ровно, плавно, на удивление, без подхватов, то у дизеля это все случается намного раньше. То есть, вот мы тронулись, уже в 1500, и вот после 1500, то есть, все свои 97, как они там, как они там мотыляются, но обратите внимание, защита фанерная работает четко. И дальше вы уже крутите, ну, если нужно, конечно, в принципе, после четырех увеличения по темпу нет, а то можно сразу включить пятую передачу. И здесь, да, вот такую бы трансмиссию на пенс, потому что здесь обороты прямо вот то, что нужно. То, что нужно, и как раз вот, чтобы под нагрузкой чувствовать себя отлично, но и чтобы перекрута какого-то шалелого не было, потому что одно дело 3000 на 100, другое дело совершенно другие обороты. Сейчас посмотрим, какие. Тут скажут, эй, эй, на трассу езжай, что-то нам рассказываешь, смотреть не будем. Друзья, ну, машина по-прежнему, я могу честно вам сказать, это все-таки городские истории ближнего боя, потому что, например, нету чего? Круиз-контролей нет. Круиз-контролей нет, управление монитофоном есть, а круиз-контролей нет, поэтому, ну, логично это все-таки для города. Как здорово, да? Выдает свои силы, конечно. Конечно, двигатель, можно через передачу перескакивать и двигаться вперед. Класс. А то, а то. Вот так. По езде очень-очень приятный автомобиль. Единственное, что по-другому несколько себя ведет. Пес мне по управляемости чуть-чуть побольше понравился. Ну, вот так. Я думаю, что, да, есть сравнение в массе моторов, да, и, возможно, это некое наложение дает. Потому что так-то едешь и думаешь, ну, все-все гуд. Такие бы разнообразные легковые автомобили. Да, не фургоны по такой управляемости и тормозной динамик. Потому что тормоза острые, прям, кажется, супербыстрые. Диски по кругу, ох, хорошо. Ну, давайте посмотрим, что у нас с оборотами, чтобы вам было понятно. Ну, вот на 90, видите, как рассчитано. Все рассчитано под 90. На 90 2000, да, с тем большим. Ну, вот, все правильно. Все правильно. То есть 180 у вас будет 4000, соответственно, ну, и 130 у вас будет где-то 3000. Окей? Я думаю, да. Я думаю, вполне. Ну, и вывод из всей этой истории. Посмотрели мы на длинную версию. В целом все очень близко, но больше места сзади. И дизелек, с одной стороны, приятнее по динамике, которая до своих, там, 90 сил прям приятно тянет, да. Но в пике бензин лучше, и он поприятнее тем, что меньше вибро-нагруженности. То есть он прям вообще развязан-развязан. Такое ощущение, что просто, да, там сейчас модно электричка. Поэтому выбор за вами, что называется. Расход на где-то 3 литра меньше у дизеля в реальной эксплуатации, чем у бензина. Вот, считайте. 902, посчитайте, сколько стоит и сколько дизель. И расхода 83, соответственно. Вот. Так, что называется. 8874. Так, 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 так и работаем. Так и двигаемся вперед. Там радостно сзади голубается мой груз. Подвеска с мягчением, но едет здорово. Едет здорово. Даже нагруженная машина не начинает там валиться, еще что-то с ней, да. То есть управляемость сохраняется. Прямо действительно, боевой, боевой каблук. Боевой каблук, вот, Peugeot прям, да. Лев. Лев, что надо. Вот такие вот ощущения. То есть, все проработано как нужно. Ну, смотрите, да. То есть, подвеска держит. Машина едет. Управляемость для... Даже легковушки обычная управляемость, то, что надо. А для фургона, ты вообще восторг. Ну, и да, дизелек, конечно, очень приятен. Тоже, видите. Лишнего зуда ничего нету, даже до включения турбины. Вот так. В общем, прекрасная связка двигателя. Узов настроено по разнообразным вибрациям, шумам и ТП. Естественно, шума здесь на своих скоростях больше. Но, понятно, узов в фургон, он не предполагает какой-то там чумовой темы. На этом, зрители, я с вами буду прощаться. Это был рассказ про длинную версию, соответственно, с нагрузкой. Меньше ощущается она в силу большего момента. Но в пике, естественно, дизель менее быстро. Ну, опять же, фургон нет. Ну, кто будет его постоянно в красную зону 6500 крутить, как Бенц? Ну, мало, мало кто. Ну, и да, аскетичный, на самом деле, автомобиль. Ну, хотя бы подогрев под пятую точку бы добавили. Но пока мест нет. Надеюсь, что мы его увидим, равно как и пассажирские версии с климат-контролем, ну, и прочими штуками и фишками, которые нужны для уже более-более въедливой, более такой зажжавшейся легковой публики. На этом с вами прощаюсь. Покатали Peugeot Partner с дизелем. Ну, выбирайте сами себе мотор по душе. Стоит ли доплачивать? Это вам надо сидеть. На этом прощаюсь. До новых встреч. Пока, дорогие зрители. Было интересно. Продолжение следует.